МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Моя Удмуртия выпуск новостей в студии Анастасия Редько. Удмуртия готовится к новогодним праздникам. Глава республики сегодня потребовал максимальной концентрации. Все службы должны сработать на 100%. В первую очередь, дороги их нужно очистить. Кроме того, проверить все магазины с пиротехникой и проинструктировать всех, кто собирается организовать массовые гуляния. Марина Баль, обо всем по порядку. Аппаратное совещание последнее в 2014 году. Посвящалось подготовке к году новому. Главный спасатель республики доложил, пиротехнические магазины начали проверять. Из 45 легальных точек инспекторы побывали в половине. 14 продавцов за нарушение наказано. На учете 600 объектов, где отпразднуют Новый год. Еще 90 проверят к Рождеству. Глава МВД тоже отчитался. Скоро у полиции усиление. Хотя население уже активизировалось. Подростки буквально высыпали на ночные улицы. К елкам и ледовым городкам. Только за эти выходные более 40 детей подозряты с улиц. В отношении ими совершено 12 преступлений. Но больше тревожит статистика. 1200 ДТП за год. Вроде бы и тяжелых аварий меньше почти на две сотни. На сотню меньше травмированных. Зато смертность по-прежнему высока. 240 человек погибли в этом году на дорогах. Причины назвал глава автодорнадзора. Пьянство, хамство и плохие дороги. Основными мы являемыми нарушениями требований по обеспечению безопасности дорожного движения являются несоответствия требований по ширине проезжей части, по наличию дорожной разметки или несовременному обновлению, ширине тротуаров, по наличию ограждения проезжей части. К заваренным снежным дорогам водители начинают привыкать. А между тем, автодорнадзор предлагает создать дорожную метеослужбу, чтобы в режиме онлайн оперативнее концентрировать уборочную технику там, где снегопад и гололед. У главы Удмуртии отдельная претензия к ижевским властям. Две недели назад на таком же совещании разговор о дорогах был предупреждали. Но снова центр столицы чистый, дворы и окраины нет. Я понимаю, стеснённые условия, транспорт идёт днём и ночью. Ну, недорабатываем и всё. Видно же сразу, я же тоже участник движения. И сегодня мы не пользуемся никакими привилегиями, стоим, как все в очереди. Я чувствую, что не хватает там техники и не хватает желания работать. Вдохновить ижевских дорожников на работу Александр Соловьёв поручил республиканскому Миндор-Трансу. Глава Удмуртии напомнил, Ижевск – столица республики. И выглядеть он должен подобающе. Марина Баль, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Применять необоснованную силу после задержания преступное. Сегодня министр внутренних дел Александр Первухин лично прокомментировал своё решение уволить капитана полиции, который был бил нарушителя. Напомню, резонансное видео появилось в интернете на прошлой неделе. На нём полицейский, уже надев наручники и обезвредив преступника, который стрелял по ним из травматического оружия, наносит ему побои. По данному факту была назначена проверка, но, не дожидаясь её результатов, генерал уволил оперуполномоченного из полиции. Слышал звонков о том, что нельзя сотрудников полиции, которые стреляли, увольнять. Даже приведены были слова первоначального командующего, что если в полицейском американском бросить шарик, он получит пуль в лоб. Полиция наша такова, что если бы наши сотрудники применили оружие при задержании, когда он обнажил своё оружие, это было бы законом. А применять неоднократно силу борз задержания, это преступно. 125 потенциальных убийц задержали полицейские за выходные на дорогах Удмуртии. Только так, говорят инспекторы, можно назвать водителей, которые, выпив, сели за руль. В антиалкогольный рейд вместе с хранителями дорожного порядка отправилась и наша съёмочная группа. Две полтрашки на тренинг. Какая необходимость была за руль сидеть? Сидеть, забрать. Выпив две полторашки, этот юноша решил сесть за руль. Это при том, что даже прав у него нет. На логичный вопрос инспекторов, почему не обратился в службу такси, молчит и пожимает плечами. Я в трезвом состоянии. Я за рулем не был. А за этим очень пьяным, но очень резвым водителем пятнашки сотрудникам дорожной полиции пришлось побегать. На улице 10 лет октября он не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на крышу. Поставить машину на колеса помогли очевидцы. Они же позвонили в ГИБДД. Но когда экипаж приехал на место ДТП, мужчина пустился в бега. Не обошлось пятничное дежурство. И без погони водитель Лады вызвал подозрения у народных дружинников, когда остановился на середине оживленной улицы, мешая проезду другим машинам. Я не употреблял, ничего не употреблял. Я говорю, за мной гналась обычная какая-то автомобиль. Без мигалок, без ничего. Я угонял из-за этого. Я думал, это бандиты какие-то или что, я из-за этого и домой погнал. С подозрением на наркотическое опьянение молодого человека отправили на экспертизу. Дежурив этот уикенд и подбив статистику, даже опытные сотрудники дорожной полиции были в шоке. 125 пьяных водителей. Это очень много. Это значит, что каждый из нас в эти выходные, выезжая на дорогу или ее переходя, находился рядом с потенциальным убийцей. Если вы видите, что автомобиль двигается подозрительно, если вы видите, что в автомобиль садится водитель, имеющий признаки алкогольного опьянения, явные признаки, информацию необходимо незамедлительно передавать в органы полиции. Пешеходам у сотрудников дорожной полиции тоже есть отдельное обращение. Инспекторы просят переходить дорогу только в положенном месте и только убедившись в безопасности. Особенно в темное время суток. Два пешехода в эти выходные погибли в Можгинском и Алнашском районах. Оба переходили дорогу вне пешеходного перехода. Ижевским чиновникам сегодня по полной досталось от главы республики. Столичные власти затягивают сдачу детских садов, хотя их сельские коллеги при равных стартовых условиях с возведением таких ответственных объектов справляются успешно. Так в поселке Болезино сад смогли возвести в рекордные сроки. И это стало событием для всего поселка. Затем, как подрастает новый детский сад, наблюдал весь поселок. Для Болезино, где рождаемость на высоте, объект стратегически важный. Сразу 200 семей смогут получить долгожданные путевки. Мы полностью решаем проблему детей с трех лет. Трех лет на данное время. И, конечно же, часть детей с полтора-трех лет попадает также в этот детский сад. Остается порядка ста детей у нас. Возводили с нуля и уложились в рекордные сроки. Активное строительство сада началось только в марте этого года. Несмотря на то, что объект строили быстро, претензий к качеству нет даже у Александра Соловьева. Глава Удмуртии, обойдя все группы, пищеблоки, подсобные помещения скажут – красиво, уютно, современно. Сколько у вас будет? Тише. Попонируется до 15-18. У нас шикарные залы. Музыкальный, спортивный зал. Причем они отдельные, эти залы. Достаточно большие, хорошо оборудованы. Современное оснащение. Две спортивные площадки. В нашем районе такого детского сада нет. О таком детском саде родители двухлетней Маргариты могли только мечтать. Если бы не новостройка, очередь до них дошла бы не скоро. А теперь Маргарита сама просит маму и папу отвезти ее в сад прямо завтра. Ярко, красочно, уютно. Нас удивило то, что даже пол такой теплый. Может, а тут еще теплее. Все, ребенок собирается оставаться, видимо, уже тут. Сельских чиновников, которые постарались и успели сдать стройку точно в сроке, сегодня Александр Соловьев на аппаратном совещании приводил в пример ижевским властям. В городе подвисли две детские стройки. Сады на Ворошилово и в микрорайоне Новые Парники. Давно пора открывать. Ижевские начальники пообещали детские сады сдать в конце декабря. И отметить новоселье не хуже, чем болезинцы. Анастасия Редько, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Первая в России комната релакса для сотрудников колонии открылась в Вежевске. В ней есть все, что ему поможет снять напряжение после сложной работы. У руководства УФСИН на новинку большие надежды. Подробности у Анны Ковырзиной. Этот сотрудник уголовно-исполнительной системы заснул на рабочем месте. И это вовсе не нарушение устава, а визит к психологам. В уголовном ведомстве Удмуртии оборудовали специальную сенсорную комнату. В одном кабинете собраны все приспособления, позволяющие снять мышечное и нервное напряжение. Здесь сотрудники могут восстановить силы и избавиться от накопившегося за смену негатива. И вот у нас в течение часа, так полчаса у нас все полностью релаксация проходит. После, так сказать, трудовых будней. Ну и проходим потом, по домам разъезжаемся, уже довольны. И весь негатив у нас остается в этой комнате. Это лишь промежуточный данный эффект. Единственные в России сенсорные комнаты в ведомстве оценят через год. Выражаться он будет в количестве уволившихся сотрудников и в оценке психологами профдеформации, оставшихся на службе. Каждодневное общение с осужденными, противостояние их провокациям способно повлиять на любую, даже самую устойчивую психику. Профессиональная деформация, она проявляется в деструктивном поведении. Это и нарушение служебной дисциплины, это может отразиться и на семейных конфликтах, потому что проблемы с работой несут домой. И из дома проблемы приносятся на работу. В агрессивности, несдержанности нарушаются функции, коммуникативная функция. Получить сеанс релакса смогут все сотрудники ведомства, даже те, кто работает на периферии. Режим работы комнаты уже расписан по минутам на ближайшие месяцы. Все сделано в форме баттлов, то есть мы будем соперничать еще с каким-то исполнителем, еще с какой-то песней. Поэтому и голосовать можно будет только 16 декабря. Пять в прямом эфире будут руководители студии Ольга и Константин Костин и их воспитанница, участница проекта «Голос» Арина Петрова. Их соперниками будут еще 23 участника. Лучшую четверку определит интернет-голосование. Оно будет длиться только сутки. Всю необходимую информацию вы можете найти на сайтах, адреса которых сейчас указаны на экране. У меня на этом все. До встречи. По оценке компании «Мегафон» только за последний год продажи смартфонов в собственной розничной сети оператора увеличились в два раза. Этот тренд определяет подход к разработке тарифных планов с включенным набором услуг связи и интернета для современных девайсов. Клиенту остается лишь выбрать тот объем минут и трафика, который соответствует его потребностям в общении. Компания «Мегафон» предлагает абонентам широкую линейку тарифных планов «Все включено» от минимального XS до расширенного VIP. Самым популярным тарифом в этой линейке является XS. Число активных абонентов, выбравших данный тарифный план, ежедневно увеличивается. Такая популярность обусловлена доступностью и понятностью тарифа, а также увеличением числа пользователей, выбравших быстрый мобильный интернет для смартфонов и планшетов. «Все включено» XS на сегодняшний день – лучшее предложение для тех, кто преимущественно звонит на номера «Мегафон». В канун новогодних праздников компания запустила в Удмуртии выгодную акцию. В преддверии нового года компания «Мегафон» запустила акцию «Тарифный план все включено» XS всего за 99 рублей в первый месяц подключения. Подключившись по акции, абоненты смогут сэкономить деньги, которые можно будет потратить на подарки любимым. За небольшую абонентскую плату клиент получает 500 минут звонков на номера «Мегафона» по всей России, а также 1 гигабайт самого быстрого мобильного интернета в сети 3G. Этот объем оптимален для активного общения и ежедневного пользования мобильным интернетом. Подключить тарифный план «Все включено» XS можно в любом из салонов оператора и в офисах дилерской сети на территории Удмуртии. Подробности акции на сайте megafon.ru КОНЕЦ